Задача была сократить количество управляющих компаний к весне. Давайте определимся, у нас управляет ли это бизнес или это, как губернатор у нас говорит, вы плохо ими управляете. И бывает, что жители бьются просто со слезами, помогите, сделайте что-то. Она просто деньги выкачивала, ничего не делала. Сейчас что получается, ГЖИ побежит бегом сейчас все дворы осматривать и лицензионные требования как бы выписывать. Две трети управляющих компаний сократить реально можно, причем по объективным обстоятельствам. В смысле? Жестко наказывать лоботрясов. Такую задачу поставил перед ГЖИ губернатор. Разбор полетов произошел сразу после праздников на первой в этом году планерке в правительстве области. А поводом для жесткого разговора послужила уборка снега во дворах, вернее бездействия управляющих компаний в этом вопросе. И вообще, столько управляек Кировской области не нужно, считает глава региона. Из существующих компаний нужно оставить только третью часть. Управляющих компаний, пожалуйста, как-то это самое, жестче руководите. Но не нужно нам такое количество управляющих компаний, как у нас есть в области, тем и в городе. Я вам задачу поставил по этому поводу. Две трети должно к весне перестать существовать управляющих компаний. Вот вам повод. Уменьшите, пожалуйста, на две трети количества управляющих компаний. Не может переварить город и область. Такое количество управляющих не может. Почему? Потому что если у них объем меньше определенного, это обмывочная контора, которая деньги с людей собирает и ничего не делает. Результатом вашей работы должно быть сокращение управляющих компаний. Сокращение их количества. Просто находите, кого сократить, что сокращаете. Нужно ли избавляться от большей части управляющих компаний и станет ли от этого жизнь кировчан лучше? Разберемся сегодня с нашими гостями. У нас в студии председатель Совета Старших по домам. У вас все еще есть такое звание. Валерий Семенищев. Депутат Законодательного собрания Кировской области Ольга Трыкина и бывший директор управляющей компании Кирилл Писный. Здравствуйте. Здравствуйте. Раз уж мы начали программу с плохой уборки дворов, на это обратил внимание губернатор. Как у вас обстоят дела с вашими дворами в плане чистоты? Давайте, Ольга, с вас начнем. На сегодняшний день нормально. А когда мы говорили про Январьский, когда губернатор говорил непосредственно, ну как бы да, вопросы тоже были. Кирилл? Ну, так вот, если заглядывать по дворам, то везде не очень хорошо. Я живу в районе вокзала, но в течение двух-трех дней ситуация нормализуется после снегопада. Мы тут выяснили случайно, что вы, оказывается, в одном доме проживаете. То есть у вас такое же мнение, Валерий, да? Все нормально, все чистится. Ну, по словам городских властей, с 1 по 3 января они не видели работу УК по очистке дворов. Давайте послушаем фрагмент еще планерки у губернатора. Что касается дворовых территорий, значит, управляющие компании у нас работать начали практически с 4 числа, потому что с 1 по 3 мы работу не видели. И вот только с 4 января ситуация начала улучшаться. Значит, у нас по собранной информации, именно где мы сами прошли ножками, к 5 января было почищено 1156 дворов. Это 60% от всего объема города. То есть вот у нас, значит, к 4 числу, значит, только компании проснулись. Я не знаю, куда мы с Сабудави прилетели, с Бали. А 6-го у нас на 30 градусов. То есть у них на уборку было 4-5. Потому что в 30 градусов, понятно, никакие дворники никуда не пошли. И вы сказали, что 60% от дворов было почищено. Я могу по-другому сказать, а 42% было не почищено. То есть из 10-ти 4% не почищено. Как вы думаете, почему действительно не работали у нас до 3-го числа? Действительно в Абу-Даби были управляющие компании, как говорят губернаторы? Ну, сложно заказывать трактор на выходные дни, на праздники. То есть неизвестно, будет снег, не будет. А количество тракторов на весь город предусмотреть достаточно сложно. И проблема не в том, что сложно город обеспечить количеством тракторов непосредственно под снегопад. Что делать с этими тракторами, когда снегопада нет? Это амортизация, это зарплаты. То есть ситуация, она такая, как бы двояка. То есть либо это все ложится на содержание жильцов, так как это в тариф на содержание попадает. Соответственно, нужно увеличивать тариф. Либо исходить из той ситуации, из более объективной, при нашем достаточно низком тарифе в городе Кирове, у нас получается очистка происходит в среднем где-то на второй, на третий. Отдельно управляющие компании могут и по две недели не чистить, но такое случается. Но в целом два-три дня на очистку уходит. Ну, если тракторов будет достаточно, то они просто сгниют, наверное, в гаражах, потому что большую часть времени они в действительности не востребованы. И покупать, опять же, управляющая компания имеет только средства, полученные от жильцов в своем распоряжении. Если они будут приобретаться, они будут приобретаться только за счет жильцов, соответственно, обслуживаться они должны и так далее. Поэтому такой подход, который изложился сейчас, он, по-моему, вполне адекватный. Просто нужно здесь, ну, может быть, оперативнее реагировать, предусмотрительнее быть. Я вот обратил внимание, что и на улицах города, в общем-то, такая же проблема. То есть, ну, хорошо, прямо с 1 января начали чистить дороги, но зато по тротуарам нельзя было пройти вплоть до 10-11 числа. То есть, вот даже привокзальная площадь, вокзал, она не была расчищена, она не была посыпана долгое время. И что теперь нам, на две трети, на три четверти сокращать чиновников администрации или что, сокращать количество, не знаю, организаций, которые занимаются уборкой улиц, немножечко не так, мне кажется, должен работать этот подход. Вот по поводу сокращения, да. Я тоже к этому моменту как бы скажу. Ну, то есть, у нас весь снег-то выпал одномоментно везде, соответственно, он выпал и на улице города Кирова тоже. А тракторов у нас как бы определенное количество в городе есть, и подрядчики тоже понятные всем. И, соответственно, либо подрядчик чистит двор, скорее всего, в большинстве управляющих компаний тракторов нет. Вот, как Валерий сказал, что это действительно неэффективно и, наверное, не совсем необходимо управляющей компанией трактор содержать. Тракторы уезжают чистить улицы города Кирова, какие-то там еще территории, да, социальных объектов. И вызвать его во двор практически бывает нереально. И тарифы, к сожалению, как вот показала практика, тоже бывают разные. Для двора там условно 1800 рублей в час, а муниципалитет может и по 2500 чистить. Поэтому тут подрядчик тоже выбирает, где лучше, и, соответственно, работает именно там. И когда время освобождается, он приезжает чистить двор. Ну, кстати, как раз губернатор говорил о том, что надо убирать те управляющие компании, в которых нет техники в том числе. И он же поставил четкую задачу, четкие сроки сократить на две трети к весне. Вот как вы считаете, реально ли это сделать? Я бы немножко уточнил эту ситуацию. То есть вот те 40%, про которые было сказано, это, скорее всего, речь не про то, что техники нет. Это про то, что управляющие компании, вот эти 40%, да, я, наверное, с цифрой соглашусь, они, в принципе, не торопятся чистить дворы при наличии такой возможности. То есть если своевременно заказывать трактор, там, выключать количество уборки, там, просто контролировать ситуацию, я думаю, что задача выполняема. Но речь-то ведь не только об уборке снега, а, в принципе, о работе управляющих компаний. То есть вы считаете, что действительно 40% управляющих компаний, две трети, работают неэффективно, и от них надо избавляться? Я с этим сталкиваюсь непосредственно, ко мне постоянно поступают заявки, там, по отсутствию отопления, по отсутствию горячей воды, по уборке снега сейчас уже не такая проблема, по сравнению с тем, что горячей воды, допустим, два года нет. У дома есть управляющие компании, есть более два года нет горячей воды. То есть люди уже про снег особо не думают. У нас существенная доля управляющих организаций, она, в принципе, не имеет домов при наличии лицензии. То есть они не обслуживают и не управляют домами. А зачем и кто их открыл? Планируют или там не закрыли, и тогда ждут, когда их ликвидируют налоговые. Так может быть. И у нас такое количество, их там может быть даже до четверти, я не знаю, здесь нужно аналитику проводить. У нас 130, я насколько знаю, около 130 управляющих компаний в городе. В городе? В Кире. В городе, нам говорили, что в городе. Это Кире, да. Ну, мне кажется, как минимум процентов 10, они, в принципе, даже не занимаются своей деятельностью, для которой созданы, несмотря на то, что имеют лицензию. Ну, под ситуацию вдруг пригодится. Вдруг пригодится. Вы как считаете, к весне действительно можно закрыть эти две трети управляющих компаний? Ну, мне кажется, что это нереальная история, но по моему мнению, в плане, если адекватно оценивать ситуацию, и каким образом сейчас идти и закрывать. Первую, вторую закрываем, третью, четвертую оставляем. Или мы все-таки по каким-то критериям будем подходить к этому моменту, и мы закроем действительно те управляющие компании, которые в принципе не работают, которых домов нет, или у которых 5 домов, допустим, или там 6 домов. А кто критерии эти поставит, что управляющую компанию при 20 домах можно закрыть, а при ней там большем количестве домов надо оставить. Либо управляющая компания всегда выходит вовремя убирать снег, и там проблем с горячей водой, допустим, нету. То есть тут вопрос как раз подхода, и в первую очередь, наверное, надо жильцов спрашивать, каким образом их управляющая компания работает, и работает ли вообще. Потому что когда у нас ГЖИ сколько-то лет назад пытались составить какие-то рейтинги, управляющие компании, они же их составляли по принципу, есть ли жалобы. То есть, ну, например, в этом месяце нормальную управляющую компанию жалобы были, ну, потому что там так случилось, что там вовремя снег тот же не вывезли, да. А та управляющая компания, которая вообще не работала, ну, просто жалоб не было. И поэтому там получается рейтинг совершенно в другую сторону. Поэтому тут вот просто так сказать, что завтра мы закрываем 60 управляющих компаний, каких управляющих компаний, по какому принципу закрываем? Вот один из критерий, что нет, допустим, техники в управляющей компании. Да ее у большинства нет, никакой 90% управляющих компаний нет. В этом ответстве есть эти критерии, они называются лицензионные требования к работе управляющей компании. Кроме того, есть еще перечень грубых лицензионных нарушений. За что можно лишить лицензию управляющей компании? За повторное нарушение, установленное судом, можно лишать лицензию. То есть выносится на лицензионную комиссию при жилой инспекции, соответственно, принимаются решения. Также за грубые лицензионные нарушения можно лишать. То есть вот упорка снега, если управляющая компания в течение одного года календарного два раза снег не убрала, то есть два раза отдельные факты зафиксированы, то есть это уже повод для того, чтобы рассматривать вопрос лишения лицензии. Есть на практике три момента, бывают зависимости от зубастости управляющей компании, но тем не менее такая практика, она есть. У нас в Кировской области она уже началась, слава богу. Такие возможности для этого есть. Есть грубо лицензионные нарушения, там уже, когда коммунальные услуги, допустим, не оказываются, либо не оказание услуг управляющей компании, которое повлекло вред жизни и здоровью, даже если человек, допустим, заболел, соответственно, уже может тоже вопрос встать. Так вот сейчас и начнется история, когда у нас какая-то управляющая компания будет там на другую насолить, допустим. А что мешало сейчас управляющей компании до этого момента закрывать? То есть эти же лицензионные требования не вчера появились. Они существовали, то есть сколько, посмотреть, если статистику, сколько у нас управляющей компании закрыто за год? Одна, две, три, вот именно с лишением лицензии. То есть по большому счету ничего не мешало это делать в процессе сейчас. То есть если действительно управляющая компания не работает, так давайте будем применять меры и закрывать ее. А сейчас что получается? ГЖИ побежит бегом сейчас все дворы осматривать. И лицензионные требования как бы выписывать до весны месяцев? Ну, жалоб на качество работы управляющей компании, на самом деле их много, очень много, да. Мало того, эти жалобы через прокуратуру идут. То есть в принципе, если полный объем жалоб отработать, я думаю, что большое количество управляющих компаний просто начнет вылетать. Потому что я тоже, судя, я еще как бы продолжу мысль, да, когда ко мне обращается дом, то есть я жилецам говорю, что нужно сделать. То есть обычно это начало обращения в жилинспекцию, да, фиксация факта, потом рассмотрение жилинспекции, сначала протокол, потом постановление, еще что-то. Если эта история для управляющей компании не сработала, повторный элемент идет, то есть все согласно процедуре, оно должно работать. Но к весне должно это закончиться? К весне там физически не получится, есть ограничения по закону, то есть есть процедура, которую хочешь не хочешь никак обойти. Ну, то есть поручение губернатора не будет выполнено? Ну, как бы вот конкретно так, по закону это будет, наверное, выполнить сложно. Но я позицию губернатора понимаю, я позицию губернатора понимаю, потому что вот столкнулся с таким количеством нарушений, причем таких вопиющих, да, когда дерево на крыше растет, когда там бойлер демонтировали, не исправили горячей воды у людей. Почему такое происходит-то? Ну, то есть у нас есть госжилинспекция, она действительно не первый год работает, у нас есть определенные требования к управляющим компаниям. Что, недостаточно следили? Чья это не отработка? Сейчас в этом году, в 22-м году, с 1 марта стало действовать постановление правительства 336, которое ввело ограничения на внеплановые проверки управляющих компаний. Соответственно, жилинспекция стала на порядок сложнее проверять бизнес. Это касается не только жилищного сектора, это тоже по экологии. Но это ведь и сейчас действует, да? Да, действует и сейчас, да. Поэтому фиксировать нарушения стало сейчас намного сложнее. Это возможно, да, но это сейчас стало намного сложнее. А еще губернатор говорил о том, что нужно закрыть маленькую управляющую компанию, у которых в управлении находятся там 2-3 дома. Потому что это конторы для отмывания якобы денег. Наверное, в другом смысле, можно я скажу еще, да. Тут видите, в чем вопрос. То есть, управляющая компания, да, она подвержена, вот штраф за лицензионные нарушения для управляющих компаний получить достаточно легко. То есть, перечень жилищного законодательства требований к управляющей компании, он очень широкий, да. И за каждое из этих нарушений, штраф за нарушение лицензионных требований можно получить. А штрафы там от 250 до 300 тысяч, если грубо нарушение до 350 тысяч, то есть такой штраф прилетит для управляющих компаний, которые 2-3 дома, соответственно, она своей обязанности выполнять не сможет физически. Либо, если сломается какое-нибудь дорогостоящее оборудование, например, бойлер, как вот недавно выяснилась история Горбачева 60Б, бойлер есть, но его не могут привести в нормальное содержание, просто не могут промыть. Но если более сломался, там 400 тысяч заплатить для дома, ну для управляющих компаний, которые 2-3 дома. У нас много проблемных домов и в больших управляющих компаниях. Ну большая управляющая компания, у нее больше оборотных средств. Вы как, Кирилл, стояте? Да, точно так же и считаю, именно поэтому у нас, собственно, и стараются, наоборот, работать маленькие управляющие компании. Они стараются быть конкурентными, они работают на имидж, они работают на результат. Стараются с жильцами поддерживать нормальное адекватное отношение, объяснять, что они делают, как они работают, почему они так это делают, а не иначе. Когда фонд большой, тогда вот эти штрафы в размере, которые начинаются от 50 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, они на уровне погрешности экономической. И, в принципе, чем крупнее управляющая компания, тем более пренебрежительно она может относиться к своему уходу и жизни. Я понимаю, надо закрыть маленькие управляющие компании или наоборот. Это хорошо. Сам бизнес бизнеса и работы, ну, как бы, давайте определимся, у нас управляйки это бизнес или это, как губернатор у нас говорит, вы плохо ими управляете. У нас город или там область ими не управляет, ну, разве что теми, которые так или иначе... Но это ведь все равно бизнес. Насколько прибыльный это бизнес? А здесь вообще, в принципе, если говорить о правильном регулировании, то прибыли быть не должно. Ну, исходя из того, что у нас... Ну, у нас, подождите, 130 управляющих компаний открывали люди, они же для чего-то это сделали? Для того, чтобы людей осчастливить, что ли? Для того, чтобы денег заработать? Нет, конечно, в любой ОООшке там написано, там, цель зарабатывания денег, получения прибыли. Но, как правило, прибыль они получают за счет смежной какой-то деятельности. Там, клининговые компании, организации, еще какие-то, которые там могут эту прибыль показать. Как правило, исходя из этого и происходит. То есть, сама управляйка, она, как правило, показывает, что у вас всегда дом в минусе, всегда там недополучает, и управляйка всегда живет плохо. Это, в принципе, по-другому тоже быть не может, всегда есть дебюторская задолженность. То есть, там не бывает такого этапа, когда вот все цифры сходятся, бухгалтерская отчетность четкая, выходит ноль или выходит какая-то прибыль. Понятное дело, прибыль там могут управляющие получить, которые сами, опять же, делают какие-то работы по дому проводят, если они не нанимают подрядчиков. Там они могут заложить сметную прибыль. Есть еще зарплата директора. Это не прибыль, это зарплата. Но это зарплата, она в тариф как исход. Это расходная часть организации. Да, там есть большие зарплаты. Я более чем уверен, что управляющих организаций, крупных особенно, топ-менеджмент получает очень серьезные деньги. Но никто же не сказал губернатору на этом же совещании, и вообще, что давайте мы не будем маленькие управляющие компании закрывать, пусть они работают. У меня же там не было. Тут вопрос в другом, сколько маленькая управляющая компания должна иметь домов в своем содержании. То есть, в любом случае, экономику никто не отменял, и так или иначе нужно рассчитать, чтобы там содержать сантехника или слесаря, то он сможет обработать определенное количество домов в 5, 10 и так далее. Есть ТСЖ, у которых вообще один дом, и они нормально существуют, и живут много лет. Очень даже хорошо. Очень даже хорошо. И мне кажется, что сейчас вся эта история приведет как раз-таки к активности создания ТСЖ. И те дома, которые более-менее активные, там, где есть советы дома, они задумаются, и если их управляющую компанию будут закрывать, они создать ли им ТСЖ? Я более чем сторонник такого подхода и такого решения вопросов, потому что это, во-первых, повысит ответственность людей. То есть, можно бесконечно искать виноватых, там, правительство, администрация, или, там, управляйки, или, там, какой-то плохой сантехник, слесарь. Но если вам не интересен ваш собственный дом, то вы не сможете, собственно, содержать его. Никто за вас, там, заботится, о вас не будет. Но сменить управляющую компанию тоже не так-то просто у нас. Надо не просто... Даже важно не, там, менять их постоянно, это и долго, и непросто. Важно уметь следить за ними. И ТСЖ, как раз, всякие объединения собственников, или, там, непосредственное управление, очень даже адекватный подход. И тогда уже те, кто сегодня занимается профессионально, там, деятельностью, связанной с обслуживанием домов, могли бы оказывать им просто услуги. И это будет понятный бизнес, не излишне зарегулированный, определяемый, там, договорами. И конкуренция будет. То есть, это вполне себе адекватный выход из ситуации мертвого совершенно института управляющих организаций, который у нас в стране сложился. Я, наверное, не соглашусь. Объясню, почему. То есть, тут сразу три у меня, как бы, комментария по этой части. Во-первых, сам по себе ТСЖ, это отличный инструмент, если собственники в доме готовы работать, готовы контролировать, это отличный инструмент, строго рекомендую, нужно, да. Но, как правило, у нас в домах не хватает собственников, которые готовы взять на себя ответственность, не готовы сформировать совет дома. Соответственно, то есть, активы достаточно готовы работать на содержание дома ответственно и качественно, таких домов не так много. Что происходит, если создается ТСЖ при отсутствии вот таких достаточно заинтересованных граждан? То есть, ТСЖ превращается в филиал управляющих компаний. И проблема в чем в этом случае? В этом случае получается, что ответственные за качество услуг становятся ТСЖ в первую очередь. И с ТСЖ спросить сложнее. Там у ТСЖ нет как раз вот этих лицензионных нарушений. И получается, очень много жалоб идет по ТСЖ вот именно в этой части, когда ТСЖ... Я договорю... Короткий комментарий у меня будет. Отлично, отлично. То есть, как бы, когда ТСЖ вот в таком качестве работает, когда председатель ТСЖ является там, с управляющей компанией, в общем, язык нашли, да, вот история очень сложная с этим ТСЖ бороться. Их сложно наказать. Достаточно там штрафы невысокие. А так как штраф невысокий, управляющая компания, которая стоит за спиной такого председателя, соответственно, эта история работает многие годы. И бывает, что жители бьются просто вот со слезами. И помогите, сделайте что-то, а сделайте что-то реальное. Ну, сделайте что-то намного реальнее. То же самое, что и управляющая компания. Управляющую компанию можно наказать по лицензионным требованиям, первое. Второе, за повторное нарушение можно ее лишить лицензии. То есть, здесь понятный механизм. Сказал, мы как-то никакие управляющие компании сильно не наказали. С ТСЖ просто это вообще невероятно сделать. Бля, Сергей Ильич, забывайте один важный момент. Здесь простая вещь. Если вы хотите поменять управляющую компанию, то у вас пройдет от двух месяцев до полугода. Если вы хотите поменять председателя ТСЖ, то у вас пройдет, дай бог, месяц. Это самый длительный срок, что вам нужно провести собрание, да избрать нужного человека в правление. И из числа членов правления. А если они не готовы брать на себя ответственность, они же готовы были на себя брать ответственность, когда покупали квартиру, когда приватизировали квартиру, когда покупали машины, когда ничего другого не касается, кроме как их собственной площади, и они дверь закрыли, и больше их ничего не интересует. Чистота на площадке. В целом мы про текущую ситуацию. То есть, если есть такая проблема, нужно подходить к ней объективно, либо создавать, дорабатывать какие-то институты. Услуга, это же история связана, опять же, с бизнесом. А бизнес, это про спрос и про предложение. Услуга, есть спрос, пожалуйста. ТСЖ, это не бизнес? ТСЖ, это не бизнес? Ну, подожди. Это управление непосредственно домом. Если предоставить какие-то услуги, это есть со стороны жильцового рынка. Да, я тоже считаю, что вопрос, как бы можно закрывать управляющую компанию, можно сделать одну большую государственную управляющую компанию. Мы говорим о чем? О том, что если жителям что-то нужно, и они сами хотят непосредственно работать и следить за своим домом, так они найдут способы, и они будут писать, они будут жаловаться, они непосредственно будут в управляющую компанию приходить. И когда мы говорим про маленькие управляющие компании, там, как правило, проще достучаться до того же директора или мастера участка, как минимум, его знают хотя бы по имени. А если мы говорим про большую управляющую компанию, там, 300 домов, 400 домов, я думаю, что тут уже ты даже не дозвонишься, когда ты будешь оставлять какую-то заявку. А еще, знаете, я такое мнение услышала, мне сказали, вот, представьте, у нас к 1 марта закроются 60% управляющих компаний, и эти дома, которых лишили лицензии, то есть они останутся ни с чем, они будут куда? В единую управляющую компанию? Если сегодня отбирает лицензию управляющей компанией, она продолжает там управлять. Она обязана, пока не пересберется, пока либо администрация там неизбежит. Ну, то есть все равно останутся. Но жильцы не проголосуют быстро, жильцы все равно будут проходить какой-то период времени. Если инициативы нет, то он может затянуться. То есть и по большому счету, действительно, в данной ситуации, опять же, пострадают жильцы, потому что когда не будет управления на доме, кому будете предъявлять вопросы, и кто будет деньги, самое главное, собирать. И, соответственно, вопрос этих же вдвойных квитанций тут же опять возникнет, и начнутся другие проблемы. Еще немаловажный момент. Если просто управляющая компания с дома уходит, и жильцы остаются наедине с законом, что происходит? Муниципалитеты влияют в конкурс, и на конкурс выходят управляющие компании, которые вот сейчас, по факту, вот эти управляющие компании, которые выступают на конкурс, они работают из рук вон плохо. То есть можно назвать вот та же ЖКХ города Кирова. Ну, то есть не факт, что лучше появится управляющая компания. Если просто дома забрать управляющую компанию, условно, да, грубо говоря, да, и жильцы сами себе управляющую компанию не выберут более-менее адекватную, то они могут столкнуться с той историей, что попадут те управляющие компании, которые работают вообще безобразно. Вообще не работают. И тут надо еще сказать, какой момент, что у нас они смогут попасть на муниципальный тариф, а муниципальный тариф, как правило, в разы выше, чем тариф у управляющей компании, которая... Ну, вот сколько сказали сейчас? 25, 26, 28. Ну, вот, а есть управляющие компании, которые вполне себе работают и на 20 рублях. И поэтому, когда жильцы будут получать себе тариф, был 20, а стало 25, 28, ничего не будет происходить другого-то. То есть платить стали больше, а услуг-то лучше не стало. Вот депутат Сергей Мамаев написал письмо прокурору. Он просит привлечь губернатора Александра Соколова к административной или даже уголовной ответственности. Он считает, что Соколов пытается поднять свой рейтинг с помощью популизма, который доходит до откровенного абсурда. И он говорит, что нужны конкретные факты нарушений зафиксированы, и вряд ли госжилинспекция закроет такое большое количество УК. А если сможет сделать, то решение о ликвидации юрлица будет принимать суд. Вот согласны ли вы с этим мнением? Более чем. Я даже попросил бы Ольгу поддержать, такие обращения, если есть, ну, как депутата, да, там, как общественников, потому что, ну, не знаю, там, градус, опять же, и стиль изречения, может быть, я не полностью поддерживаю господина Мамаева, или у товарища Мамаева, как правильно. Но, тем не менее, сам посыл, он очень даже верный, потому что, когда губернатор выступает с заявлением закрыть две трети управляющих компаний, при этом мы понимаем, что у нас действует, в общем-то, рыночная экономика, что у нас правовой контекст есть у всего этого, есть вполне себе там процедурные моменты бюрократические, которые не могут не исполняться. То есть такое, если это как поручение звучит, это поручение, в принципе, не может быть выполнено в силу объективных причин. Если это будет выполнено, то это приведет, во-первых, к последствиям, о которых мы говорили вот минуту до этого, а во-вторых, это приведет к тому, что будут нарушены эти процедуры, будут нарушены законодательства, и будут обращения от самих управляющих организаций массово, там заявления в прокуратуру, в следственные комитеты, в прочие силовые структуры, с тем, что им препятствует заниматься коммерческой деятельностью, предпринимательской деятельностью. Это тоже нарушение. Но если управляющая компания будет закрыта не по закону, то в любом случае она имеет право в суде отстоять свои возможности на управление дальше, и кому от этого будет лучше, ну, мне пока непонятно. О том, нужно ли закрывать управляющие компании, мы еще продолжим обсуждать во второй части нашего выпуска. Не переключайтесь. В смысле? Нужно ли избавляться от большей части управляющих компаний, и станет ли от этого жизнь кировчан лучше? Разберемся сегодня с нашими гостями у нас в студии председатель Совета старших по домам Валерий Семенищев, депутат Законодательного собрания Кировской области Ольга Трыкина и бывший директор УК Кирилл Писный. Ну вот в первой части мы уже обсудили, услышали ваше мнение по поводу того, надо ли закрывать управляющие компании. Возможно ли это сделать? Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, Общественная палата Кировской области, говорит, что госжилинспекции нужно отращивать зубы и сокращение количества УК – задача сложная, но выполнимая. Давайте послушаем, что он говорил. Инициатором лишения лицензии управляющей компании является жилищная инспекция, и при ней создается лицензионная комиссия. У нас в Кирове все это есть. В принципе, процесс понятный, но сложный. Поэтому лишение только через решение суда, и это получается не быстро. Два-три месяца – это, наверное, те сроки, в которые управляющая компания лишена лицензии, вряд ли будет. Но в течение года, если управляющая компания нерадивая, и при правильном подходе к жилищной инспекции, управляющая компания, скорее всего, с рынка уйдет. Ведь все это услышали только цифры, а на самом деле, что сказал губернатор? Хватит терпеть нерадивые управляющие компании, жилищная инспекция, найдите сильные инструменты для того, чтобы с управляющими компанией можно было справляться, чтобы они выполняли свои услуги качественно. И лично я ожидаю, что будут два процесса. Кто-то с рынка уйдет, потому что так и не научится работать, а кто-то станет работать так, что жители станут довольны. Можете ли прокомментировать? Я почему-то думаю, что все-таки жил инспекция до этого момента и не получила какого-то стимула закрывать управляющие компании. Теперь, наверное, она будет более активно смотреть на нарушения, отращивать зубы и, наверное, найдет какие-то механизмы. Действительно, тем управляющим компаниям, которые не работают, говорить и показывать на их ошибки. На данный момент это была бюрократия. Тут не зубы нужно отращивать, тут нужно отращивать компетенции, в первую очередь. Давайте я поясню вкратце, как происходит проверка управляющей организации. Если поступает жалоба от жильца, то что делает жилищная инспекция, что делает инспектор, который занимается этими вопросами? Он просто запрашивает кучу документов управляющей организацией, УТСЖ, кого угодно, кто занимается обслуживанием дома, запрашивает стопку документов. Если предоставляют всю эту стопку документов, они более или менее выглядят адекватно, то составляется просто по общему принципу текст. Просто берется старый текст результатов проверки, в него вбиваются новые цифры, иногда не всегда меняются даты правильно, адреса домов меняются. Как попало, это все делается вот так вот. И выдается ответ, что все нормально, проверка пройдена. Или найдено какое-то формальное нарушение на бумаге, а при этом это была жалоба совершенно необоснованная, и при этом управляйка справляется, и нашелся просто один жалобщик, который вступил с ней в конфликт, и он будет добиваться того, чтобы задавить управляющую компанию. Любую управляющую компанию, даже крупную, можно задавить жалобами, в принципе. Это вполне себе. Ну, жалобами, проверками и так далее. Любой бизнес. Это так работает, и у нас, к сожалению, это в стране бывало. И здесь нужно говорить о том, что нужно не зубы отращивать, хотя где-то посмелее нужно быть. Нужно отращивать компетенции, нужно отращивать просто человеческое отношение. Потому что если его не будет, если ты не будешь вникать в суть дела, если ты выезжать на проверку не будешь в дом, не пообщавшись с жильцами, то на бумагах ничего не видно. Не видно, в каком состоянии дом, не видно, что за человек написал эту жалобу. Никаких выводов по этой проверке, когда ты видишь просто бумажки, сделать нельзя объективных. А я думаю, что сейчас последует следующий этап, это увеличение численности жилищной инспекции и штатного расписания, или фактически на самом деле людей, потому что сколько их там проверяющих, то сидит 5 человек, 10 человек, а домов у нас сколько конкретно, если даже в городе Кирове, ну просто физически, наверное, не хватит, чтобы выезжать на каждый дом и действительно в проблему вникать и смотреть. Так я соглашусь с Кириллом, что действительно проверка на бумагах, она ничего не покажет и фактически не отразит на самом деле реальности картины проблематики дома, которая существует. Ну то есть среди инструментов вы видите как раз вот то, чтобы инспектор выезжал на место и проверял жалобу на месте. Ну а как без этого? У меня сколько домов обращается, то есть я им помогаю подготовить обращение, готовятся письма, отправляются от собственников, и мы фиксируем факты непосредственно, что нарушено там, нет горячей воды там, крыша в дырках там, что-то еще, то есть жилинспекция выезжает, то есть буквально по каждому обращению, где конкретно факты нарушения в доме, они выезжают. Я не понимаю, все-таки выезжают или не выезжают? Ну в моих случаях они выезжают, просто проверки бывают разные, есть же проверки, которые связаны с расчетом, допустим, есть проверки, допустим, не своевременным обращением, ответом на обращение граждан. На ваш взгляд, госжилинспекция у нас работает правильно, очень компетентно. Я соглашусь с Сергеем Улитиным, на 100% нужно зубы отращивать, то есть инструменты все для того, чтобы... Что значит отращивать зубы? Что надо делать? Что это значит? Есть инструменты, которые предусмотрены законодательством. Что хавать вместо предупреждения? Или что вы имеете в виду? Лицензионный контроль, да. То есть лицензионный контроль есть. Более жестко фиксировать, проводить по процедуре по этой, да, и чаще выносить информацию там и в лицензионную комиссию. Даже само появление в лицензионной комиссии документов, я думаю, что повлияет отределяюще на многие управляющие компании. Здесь же главное начать. Рынок будет под это подстраиваться. Нет ведь задачи, чтобы просто всех под корень, там еще что-то. Главное, чтобы у нас повысилось. Качество услуги, я вот именно с этой позиции тоже схожу. Давайте повышать качество услуги. Подождите, поручения губернатора не было, значит, чтобы сократить на 30% количество жалоб от населения. Задача была сократить количество управляющих компаний к весне. Давайте предусторию. То есть вот осенью у нас количество жалоб по сфере ЖКХ пошло нарастать, как снежный ком. Раньше, может быть, жалоб больше прятали, не знаю что, но сейчас жалоб достаточно много. А по тем жалобам, которые... Да нет, я думаю, что просто стало их много, потому что Александр Валентинович стал это показывать и дал возможность ему писать хотя бы. Соответственно, люди начали писать и им в надежде, что что-то изменится и, соответственно, их услышат. Поэтому жалобы появились. То есть объективно, в информационном поле намного больше жалоб. Соответственно, видно, что ситуация, она достаточно выглядит плохо и с этим нужно что-то делать. Я поэтому прекрасно понимаю позицию, что с этим вот какие-то инструменты для этого нужно искать. И в этом плане я... Дело в том, что, как высказывался Александр Валентинович, это называется рубить с плеча. Конечно, то есть... Это данная ситуация для красного ослабца. Не такой подход должен быть применяться, но в целом мы все заинтересованы в том, чтобы проблема-то решалась. Мы ведь никогда не говорим о том, что сейчас все хорошо и не нужно ничего менять. Мы сейчас как раз и говорим о том, что нужно повышать действительно качество услуг. Просто единственное, каким способом это сделать, не закрыть его продаж. На федеральном уровне тоже задумались об этом. И вообще жалобы на ЖКХ это самая распространенная жалоба в стране. То есть не только в нашем регионе такая проблема существует. И в России решили ввести единые стандарты для управляющих компаний. Их собираются внедрить уже в этом году. Несколько министерств будут этим вопросом заниматься. Это касается всего. Уборки дворов и подъездов, ремонта и содержания лифтов. Тариф хотят за услуги сделать индивидуально для каждого дома, учитывая его техническое состояние. Давайте послушаем, что говорит федеральный эксперт, это потом и обсудим. Система ретингования и система оценки, присвоения определенных баллов или звезд, это более-менее такая уже объективная система, которая позволит людям выбирать управляющие компании, которые соответствуют их запросам. То есть сейчас нет, что ли, единых требований стандарта? Я вообще, честно говоря, не понимаю, о чем говорит этот молодой человек, потому что есть огромное количество требований, это зарегулировано, просто перерегулирует. Некоторые акты подзаконные, или приказы разных министерств, они друг друга еще накладывают, на друг друга накладываются, и там постоянные коллезии есть. Ну, может, противоречия какие-то? Так их нужно устранять-то, а не какие-то новые рамки, правила вводить и так далее. Они есть все. Они все есть. Их, может быть, нужно совершенствовать. Да, безусловно, эта работа постоянно ведется. Может быть, нужно делать это быстрее и качественнее, вникая в процесс, да. Вы хотите сказать, что у нас сегодня служба по тарифам не делает ранжированный тариф? Он есть. У нас для разной степени благоустройства домов есть разные тарифы. Ну, это именно муниципальные тарифы, да. Ну, так и управляющая компания, когда выходит на дом, она понимает там степень его износа, да, там, отдельных систем, смотрит площадь общую, да, потому что очевидно, что чем больше площадь, тем меньше, ну, тем проще управлять, и тем дешевле будет стоимость тех или иных услуг. Хотелось бы еще к этому моменту, наверное, добавить, вот к тарифу конкретно, что когда дом переходит из одной управляющей компании в другую управляющую компанию, если его берет такая не очень большая управляющая компания, допустим, набирающая только дома, она вполне себе скажет, что давайте мы вам сделаем тариф поменьше, вы к нам главное перейдите, а человеку что главное? Меньше платить. И поэтому вот отсюда и возникает вся эта коллизия, то есть мы вышли там на тариф поменьше, и в этот тариф поменьше вошли, ну, абсолютно там не все виды работ, которые хотелось бы, да, чтобы проводили та же уборка снега, вывоз снега и так далее. И поэтому возникает момент, что денег-то нет, то есть мы бы вам вывезли снег, ну, давайте вы доплатите. И тут начинается, что, а мы и так вам платим, а платить это достаточно ли вы платите? И вот тут как бы получается, опять же, активность жильцов, и если жильцы сами не будут вникать в этот процесс, смотреть, из чего тариф состоит, вообще, что должна управляющая компания непосредственно делать за эти деньги, которые они платят, то я думаю, что мы никогда не придем к решению проблемы, что будет хорошо и качественно, потому что хорошо и качественно будет только тогда, когда будет действительно финансово объективно, адекватно, да, заплачено и сделано, непосредственно проверили и по факту получили результат. А вообще легко ли сегодня перейти от одной управляющей компании в другую? Ну, все же люди выбирают. Вот у меня, например, такой процесс занял почти два года, потому что когда жители решили перейти из одной управляющей компании в другую, и были собраны все документы, принесли в жилинспекцию, старая управляющая компания принесла поддельные бюллетени, и непосредственно, так как их протокол был позже, то в ЖИИ ответили, что жильцы решили остаться в старой управляющей компании, и когда непосредственно начали показывать о том, что подписи подделаны и так далее, мы не правоохранительные органы, идите в полицию. Полиция говорит о чем? О том, что, а как мы вам докажем, нужно там экспертизы все проводить, это еще затянется. Есть просто инструмент, жильцы из поддельного собрания просто пишут заявление в жилинспекцию о том, что мы были введены в заблуждение, или мы не голосовали, разбивается кворум, и второе собрание было бы разбито просто при активности жильцов. Это решается вопрос. Не совсем так, и потом, соответственно, получается, что жильцы говорят, так мы уже и так голосовали, тут еще что-то произошло, это, соответственно, опять же, актив дома должен быть до такой степени активен, что он готов будет ходить, ходить, собирать, нести, и так далее. И конкретно в этой ситуации жила инспекция, не выехала на двор, не посмотрела, не спросила жильцов, вообще на самом деле голосовали вы или нет. Отвечали по бумагам, что да, все, как бы так и есть. А докажите, что собрание-то было неэффективно. Доказать смог один только дом на Зеленина 7, по-моему, где под камерами они смогли доказать, что в это время собрание не проходило, а если камер на доме нет, так ты и не докажешь, что собрания не было. Я по-другому говорю про то, что если жильцы голосовали, даже проголосовали, и свой голос под решением собрания могут отозвать. Это законный способ, объективный, и он в жилой инспекции используется. Не в защиту жилой инспекции, но просто, если жильцы готовы в этом участвовать, актив дома есть, разбить поддельное собрание, вот это рабочее инструмент. Получается, что если дом условный 200 квартир, то 200 жильцов нам нужно применить. Там 200, да, короб разбить 100 квартир. Хорошо, 100 квартир нам в жилой инспекцию нужно привезти, и они должны написать заявление. Не жилой инспекцию, собрать заявление и отнести в жилой инспекцию. Как правило, эта история такая очень... У нас все равно все, кто приходят в студию, и, кстати, госжилой инспекции тоже, они все говорят о том, что у нас низкая грамотность населения в вопросах ЖКХ и низкая активность населения. Объективно очень много законов, да, то есть если вот возвращаться к комментарию, вот по этому комментарию, безусловно, законов очень много, вот то, что Ольга сказала, про вывоз снега, вывоз снега у нас в тариф не входит, а уборка снега входит, и, соответственно, это минимальная перечень работ услуг, 290-е, по состоянию правительства, 2013-го года. То есть если мы вот весь перечень законов, которые сейчас очень широкие будем изучать, на это потребуется много лет. То есть нормально... Но это занимаются специалисты. Специалисты, да. А жильцам в этом разбираться достаточно сложно, и когда люди обращаются, в том числе ко мне, видно, что они вот боятся, вот погружат в это во всё, для них это вообще тёмный лес. И если мы говорим про эту инициативу, если это будет определённое сокращение количества законов, они станут намного более понятны, более прозрачны, то, наверное, в этом смысл, безусловно, есть. То есть какой-то единый, как они говорят, единое требование и стандарты. но понятный закон, чтобы их можно было нормальному, обычному человеку прочитать и понять, о чём речь идёт. Потому что сейчас очень много законов, мало того, есть судебная практика по этим подзаконам, актам, там куча, много всего, в этом сложно разобраться. И второй момент, кроме вот этих, кроме этой инициативы, я хотел бы добавить, была речь сказана про рейтингование. У нас с рейтингованием, ну, отдельная беда. То есть рейтинги у нас так иначе, они почему-то получаются плохо. То есть у нас сейчас есть рейтинг управляющей компании? Они почти в каждом регионе есть. Да, но эти рейтинги, они не рабочие. Жильцы, они не пользуются этими рейтингами, потому что они отражают немного другую историю. У нас в Кировской области уже несколько лет эта вершина пытается быть штурмовано, там побито, но не получается. Я в своё время, когда занимался вопросом этим, я искал эти рейтинги, где более-менее рабочие. В Подмосковье, у них там более интересный рейтинг был с учётом мнения жителей, он на нём базировался. И ещё в одном из северных регионов, в Якутии, по-моему, был очень такой рейтинг интересный, который можно было использовать. А кто составляет этот рейтинг? Где он? Какая организация этим занимается? Зависит от того, кто составляет. То есть у нас жилоспекция в основном этим рейтингом занимается, но менеджик Хатуч также может это делать. А по каким параметрам оценивают? Так это вот, собственно, собирается там рабочая группа, принимается постановление, определяется. То есть не учитывается мнение жильцов, количество жалоб, или учитывается? Количество жалоб, это как раз таки учитывается. То есть оно является как бы не основополагающим и непрозрачен порядок учета этих жалоб, потому что можно просто жалобу написать, можно просто пустых жалоб написать. Они, выполнение жалоб, с количеством жалоб часто не связаны. И получается рейтинг-то он такой... А вы предлагали госжилоспекции как-то поработать над этим рейтингом? Достаточно сложно было, то есть мы пытались в этом участвовать, но было сложно, и результат у нас не получилось. Близко всему все-таки жилоспекция, она ограничена в руках, головах и так далее. И важный момент, что, наверное, нужно действительно увеличивать количество штатов, которые заинтересованы в том, чтобы решать там вопросы, непосредственно заниматься с собственниками, с жильцами, выезжать на места, проводить проверки. Сейчас рук не хватает. То есть вот то, что я описывал там с проверками, то, что не хватает там времени, компетенций, зубов, да, даже и так далее, для того, чтобы бороться там с нарушениями, это не потому, что там полностью там некомпетентные или плохие люди, их просто не хватает. Они вынуждены, ну то есть они вынуждены по факту так работать сегодня. Мне кажется, что еще вопрос все-таки установок. То есть если сейчас разрешили отзывать лицензии, то я думаю, что они вполне себе начнут эту возможность использовать, потому что до этого мне почему-то кажется, что немножко другие стояли условия и требования. Ну, в любом случае, даже если две трети не получится к марту, все равно какая-то у нас волна лишения лицензии ждет. И самое главное, чтобы мы пришли к качеству услуг, а не к формализму уменьшения количества управляющих компаний. Они, как Кирилл вначале сказал, можно закрыть те, которые просто на бумаге существуют и ни одного дома не имеют. Вот вам, пожалуйста, вот они сокращения. Сейчас, по вашему мнению, совершить, чтобы как раз улучшить качество услуги и вообще ситуацию в этой сфере? Ну, мне кажется, как минимум, надо ГЖИ, экспертам в этой отрасли собраться и обсудить вообще, какие действительно есть критерии и возможности применения, то есть выхода просто так взять и сказать, что давайте пойдем вот эту управляющую компанию закроем и найдем у нее два нарушения. Да, это легко сделать. Просто вопрос в другом, надо ли ее закрывать, может быть, она на самом деле нормальная и работает в принципе адекватно. То есть, по большому счету, мне кажется, ЖИ прекрасно знает, какие управляющие компании работают хорошо, а какие работают плохо. То есть, по большому счету, ЖИ, наверное, сейчас у нас является основным вот этим вот органом, который и должен сказать, каким образом нам дальше сейчас поступить и улучшить качество содержания непосредственно вообще введения работы на доме. Вы как считаете, что нужно сделать, Кирилл? Для того, чтобы сейчас выполнить распоряжение губернатора или для того, чтобы... Ну, наверное, все-таки цель-то улучшить качество услуг. Ну, я думаю, что здесь ЖИ действительно может где-то проявить себя более активно сейчас и смело, если им дана такая разнарядка и указка. Я думаю, что с нынешним руководством вполне себе все может получиться, новым там перспективно и вполне люди, перспективное направление работы. В общем, и цел... А к чему готовиться управляющим компаниям сейчас? Им ждать проверки? Заработать можно. Зачем готовиться? Тут ведь, ну, здесь еще нужно понимать, то есть управляющие, жилая инспекция, она действительно понимает, какая управляющая работает, какая нет. Вот управляющая компания только пришла на дом, там, кое-как переголосовали за два года, а там за эти два года, когда другая управляющая уже понимала, что дом от них уходит, она просто деньги выкачивала, ничего не делала. Вот новая управляющая взялась за дом, а там все в таком состоянии, что там лицензионных нарушений грубых, все, все в этих лицензионных грубых нарушениях. И если туда сейчас приходит проверка, одна жалоба, приходит проверка, то, в принципе, забираем лицензию у управляйки. Ну и какая мотивация тогда работать у управляющих организаций? Поэтому здесь, я говорю, важен человеческий подход, важно разбираться в ситуации, понимать контекст общий, какой есть. И управляйкам просто нужно работать, нужно делать свою работу, стараться для жильцов и рассказывать людям. Раз у нас не готовы на федеральном уровне сегодня рассказывать, на региональном уровне жильцам, что важно за своим домом следить. Значит, это должны делать управляйки, потому что это их хлеб. Но какие-то ведь мероприятия проводятся. И опять же, Улитин говорил, что в общественной палате вместе с госжилы инспекцией планируется какой-то там большой проект. У меня есть учеба, и она проходит, регулярно проходит, но просто ходят единицы. Если со всего города туда пришло даже 100 человек, так это ведь капля в море. И по большому счету дальше эти 100 человек должны транслировать эту информацию всю на свой дом. Получится у них это сделать или нет, но я сомневаюсь. Мне кажется, это вообще невозможно, когда все жильцы дома активно разбираются в вопросах ЖКХ. Утопия ЖКХ, это так не бывает, и не может быть такого. Потому что документы сложные. Вот то, о чем Валерий Сергеевич говорил. Компетентность в сфере ЖКХ достаточно для того, чтобы решать проблемы на доме. И чтобы дом хорошо содержался, для жителя дома приобрести достаточно сложно. Это реальная проблема. То есть нужно поступать как в институт фактически и учиться. Ну, буквально. То есть я думаю, что по ЖКХ вопросов больше, чем по некоторым специальностям. Ну, реально, потому что я с этим сталкиваюсь непосредственно. Надо в общем правильно выбрать старшего по дому. Ну, старшего по дому выбери, не выбери. Он тоже должен обладать компетенцией. Кроме того, подождите, старший по дому, он должен быть заинтересован, содержать дом нормально. То есть для того, чтобы содержать дом нормально, контролировать качество, он должен тратить достаточно большое время на это. С чем тогда старший по дому нужен, если он не разбирается в этом? Подождите. То есть мы же говорим про дом. Соответственно, чтобы дом нормально содержался, должен быть старший по дому. Чтобы он нормально контролировал управляющую компанию, он должен достаточно большое время тратить по дому. Соответственно, он должен либо работать на доме, либо подрабатывать на доме, получать достаточную зарплату, чтобы ему было заниматься этим. А эта ситуация, она, скажем так, в экономическом смысле не сходится. Я в свое время предлагал вводить институт квартальный, чтобы, грубо говоря, появился старший по кварталу. Он с нескольких домов, там можно на зарплату нормальную собрать, и у него будет уже достаточная мотивация для компетенции, чтобы он мог этим управлять. Мало того, квартальная вот такая ориентация, она позволит планировать тоже благоустройство, содержание там еще что-то в рамках квартала. То есть не надо бы детскую площадку для каждого дома делать и огораживать, не надо контейнерную площадку тоже там для каждого дома выгораживать. То есть квартальная схема, она могла бы решить часть вопросов. Но я все-таки вернусь к тому, к чему вы там, коллеги, обращались. Безусловно, нужно ставить приоритет повышение качества услуг. Это основная задача. Нужно, соглашусь с тем, что нужно создавать какую-то рабочую группу, потому что если идти по разнарядке, по требованиям законодательства, просто если сейчас пойти, вот я бы был руководителем жилы инспекции, была бы такая задача, то по конкретным нарушениям, которые есть, две трети управляющих компаний сократить реально можно. Причем по объективным обстоятельствам. Вот снег выпал, допустим, обеспечить стопроцентное выполнение по очистке снега, как требует законодательство, в течение нескольких часов в течение этого снегопада, нереально, но это сложно, потому что это вот... Конечно, если нет, если захотеть, можно лишить лицензии. Главное, будет ли от этого польза жильцам. Да, в том, что есть вопросы, которые требуют, скажем так, разработки конкретных сценариев, чтобы не навредить сфере обслуживания ЖКХ, но чтобы те управляющие компании, которые реально отъявлены, как та же ЖКХ города Кирова, там, как недавно у нас, фамилия Шишиков такая звучала, тоже там известный такой деятель, там, в отрицательном, нарицательная такая фамилия уже стала. Перечень управляющих компаний можно называть там знак качества, можно там называть вершину, да. Вот с ними, когда начинаешь работать, жильцы обращаются, прошел цикл обращения, да, они получили постановление, дальше я жильцов посылаю, идите выскрыть управляющие компании, у вас постановление, давайте мы что-то изменим, наша задача, ведь чтобы качество было работы, не вас наказать. Управляющая компания говорит, а зачем? Зачем нам это все? Мало того, есть конкретно вот перечень управляющих компаний, которые буквально создаются для того, чтобы участвовать в муниципальных конкурсах, и чтобы не оказывать услуги, буквально. То есть я вот просто занимался этим вопросом, да, и что с ними делать, реально сложно. То есть при этом количество управляющих организаций, оно никак не поможет решить вот те вопросы, о которых говорит Валерий Сергеевич. Уменьшить их, увеличить. Увеличить, наоборот, даже лучше будет, потому что это конкурентный подход. Аккуратно, как это он сказал, что не вмещает наш город, не как-то… Не может переварить. Да, не может переварить. Все-таки говорим про количество домов, за которыми нужно управление, а не количество управляющих компаний. Ее можно одно оставить, да, то есть не будет ли она качественно работать. То есть вопрос совершенно в другом, в том, что на то количество домов, на то количество площади, которое у нас есть, сколько вообще реально должно быть управляющих компаний, которые смогли бы качественно выполнять свои услуги. Вообще, мне кажется, вопрос не так должен ставиться совершенно не о количестве управляющих организаций, ну, меньше моих количеств. Так там будет монополия, ну, олигополия, да, и это приведет к тому, что они еще больше закосинеют, и вот так и будут спрашивать людей, а мне это зачем вообще. Ну, вот мы надеемся, что сейчас не будут вот так вот оголтело выполнять поручения губернатора, не глядя на то, что, как это скажется, на людях. Но губернатор нашей программы в том числе тоже смотрит, мы это точно знаем, и смотрят представители власти, поэтому надеемся, что они прислушаются к мнению, в том числе и к вашему, и сделают какие-то правильные выводы. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам, обсудили важный вопрос. Я напомню, что у нас в гостях были председатели Совета старших по домам Валерий Семенищев, депутат Законодательного собрания Кировской области Ольга Трыкина и бывший директор управляющей компании Кирилл Писный. С вами были Надежда Ведерникова. Дмитрий Житрачук. Спасибо всем. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»